Всем привет, друзья, с вами Акрош. В этом видео мы поговорим о нюхе китайской игре Дэйв Кысыган. Посмотрим, что там будет и разберём её содержание. Перед началом видео хочу напомнить про телеграм-канал. В этом месяце будет очень много анонсов и интересной информации. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну а теперь предлагаю начать. Всем приятного просмотра. Китайские разработчики разрабатывают новую игру по франшизе Пленс Рассу Зомби. Без договора Electronic Arts, что довольно странно, ведь авторские права никто не отменял. Название данной игры Дэйв Кысыган, что в переводе значит Дэйв с оружием, но об этом подробнее мы поговорим позже. Игру скачать можно, но только на Android. Ссылку на АПК я оставлять не буду в целях безопасности, поэтому можете найти её сами в интернете и скачать, если вам хочется. Главным героем игры, собственно, является сам Безумный Дэйв из серии игр Пленс Рассу Зомби. Как во всей франшизе, игрок сажает растяние на газоне, а именно на ферме. Но вместо того, чтобы защищать дом игрока, так как зомби обычно атакуют именно его, они защищают самого персонажа. Если же враги нанесут множество количеств единиц урона, вы погибнете и игра возобновляется заново. Теперь давайте рассмотрим два скриншота из игры. Сразу видим, что игра в горизонтальном положении. Тут есть джойстики, атаки, ходьбы и два неизвестных. Также заметно, что у игрока в наличии определённое количество солнц, за которое вы высаживаете растений выше. Конечно, набор не очень широкий, но возможно он будет разнообразнее. Помимо этого, в правом нижнем углу можно заметить количество патронов и оружия, что схоже с шутерами по Plans vs. Zombies. Графика в игре очень сырая и некрасивая, чего стоит только модель Дэйва, зомби и взятые текстуры растений для иконок. Также стоит заметить, что для удобной игры нужно будет использовать более двух пальцев. Я даже не могу представить, как можно играть таким образом, так как большее количество игр играется с двумя пальцами Чего уж удивительного не стоит Также стоит заметить, что для внимания удобной игры нужно будет использовать более двух пальцев Я даже не могу представить, как можно играть таким образом, так как большее количество игр играется с двумя пальцами Чего уж не увидишь в китайском гейминге И вот уделяет то, что китайским игрокам всё вполне нравится, кроме оптимизации и лагов Для меня крайне непонятно, что такая банальность может так сильно зайти. По сути, Дэйв Хасыган является обычной Battle for Neighborville на телефоне, но с сетичкой Plants vs. Zombies Heroes. Игра планируется к выходу во всём мире в 2023 году. Если честно, я не очень-таки хочу видеть эту игру, потому что она больше напоминает какой-то клон, чем какую-то авторскую игру. Какой-то общий вывод пока сделать это просто невозможно, потому что игра очень-очень сырая и не впечатляющая. Там нет ни рекламы, ни внутриигровых покупок. Игрушка чисто на любителя. Кто любит такой жанр и геймплей, это будет хорошая игра, но не отличная. Прошу обратить внимание на то, что с этим проектом никак не связаны PopCap и Electronic Arts. Скорее всего, его делают китайские игроки, потому что тут представляется только АПК-файл, а обычно тесты выходят в игровых магазинах, как сделали Splants vs. Zombies 3. Больше информации по проекту я найти не смог, так как сами понимаете, что игра очень ранняя и много информации ждать не стоит. Поэтому мы переходим к концу видео. Всем спасибо за просмотр, с вами была Крош. Пишите, как вам эта игра и хотели бы вы в неё поиграть. Ну а мы увидимся уже совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»